Всем привет! С вами Анастасия Козлова и школа рисования Dream&Draw. Для того, чтобы рисовать с нами, вам понадобятся следующие материалы. Первое, что нам понадобится, это простой карандаш. Можно взять любой средней твердости, HB или TM. Я использую механический карандаш, вот такой. Он дает тонкую линию и его не нужно затачивать. Потом нам с вами понадобится ластик. Подойдет любой. Я рекомендую кохинор со слоном, примерно вот такой, можно чуть поменьше размером. И также идеально, если вы еще приобретете клячку. Клячка это такой специальный пластичный ластик и он не травмирует акварельную бумагу. Причем можно брать любого цвета, серого, голубого, желтого, какой вам понравится, такой и берите. Если вдруг у вас нет клячки, то ничего страшного, просто стирайте аккуратно обычным ластиком. Еще нам понадобится линер. Линер это такая специальная капиллярная ручка, вот с таким металлическим наконечником, благодаря которому очень легко рисовать тонкие линии. Линеры бывают разные, водостойкие и неводостойкие. Очень важно, обязательно, всегда перед тем, как начать рисовать, проверяйте, течет ваш линер от воды или нет. И это нужно делать именно перед рисованием. И если он течет, то рисуйте им после акварели. Иначе, если вдруг он растечется и вы будете рисовать акварелью, по неводостойкому линеру он смешается с акварелью и даст не очень красивые черные подтеки. Я рекомендую вот эти линеры. Первый это от Unipin. Далее можно взять от Pigma Micron. Следующий линер, который я рекомендую, это Shinhane Touch линер. И также можно еще брать линеры от Malewich Graffard или Graffard Pro. Они водостойкие и выбирайте размеры от 0,1 до 0,4. Самый универсальный размер для наших уроков это 0,2. Если вдруг вам не удалось найти такие специальные линеры, то ничего страшного. Можно рисовать просто черной шариковой ручкой или гелевой ручкой. Но тоже обязательно проверяйте, текут они от воды или нет. В случае, если они растекаются, то обводите ими после акварели. Следующее, что нам с вами понадобится, это две кисточки. Обе круглые и обязательно выбирайте с остреньким кончиком. Одна тоненькая кисточка нам понадобится размер 2 или 3 и вторая средняя размер 6 или 8. Идеально, если ворс будет синтетический для акварели. Например, имитация колонка или имитация белки. Либо выбирайте натуральный борст колонок. Если вы вдруг только-только начинаете рисовать и хотите попробовать, то, конечно, берите те кисти, которые вам сейчас доступны или которые есть у вас под рукой. Главное, чтобы они были круглые и для акварели. И, конечно же, нам потребуются краски. Нам нужна будет акварель. Идеальный вариант это профессиональная акварель. Например, Белые ночи. Вот в таких вот коробочках бывают. Бывают и другие, конечно, от Невской палитры. Или, например, краски Pinox Extra. Также подойдет любая другая акварель. Еще могу порекомендовать вот такие краски Van Gogh набор 12 цветов. Необходимые цвета будут написаны под этим видео. Также нам с вами понадобится бумага. Нам нужна будет именно акварельная бумага. Обязательно при выборе обращайте внимание на плотность. Она обычно пишется на упаковке и должна быть ниже 200 грамм на квадратный метр. 200-300 грамм – идеальный вариант. Если бумага будет слишком тонкой, например, меньше 200 грамм, то она будет сильно коробиться от воды. А если она не будет акварельной, то на нее не так хорошо будет ложиться акварель и могут не получиться красивые акварельные переливы. Фактуру я рекомендую среднее зерно. Либо еще бывают пишут Финн. Так вот, например, Грана Финна или Нот. У разных производителей разные названия. И по составу лучше всего брать целлюлозу или целлюлозу с небольшим содержанием хлопка. Идеальный вариант – это бумага Фабриана, которую я вам сейчас показываю. 25% хлопка. Либо вы можете выбрать скетчбук вот такой вот от Малевич серии Веронезе. Они бывают в таком вот переплете в твердом квадратного формата, либо формата А5. Также бывают в таком вот мягком переплете. Мне они очень нравятся. Либо еще могут быть на пружинке, вот такие вот большие или маленькие. И еще я рекомендую вот такую бумагу от Брауберг Арт, планшет для акварели серия Премьер, плотность 300 грамм. Эта бумага мне нравится. Я думаю, что она отлично подойдет для наших скетчей. Форматы бумаги для скетчей будут также под видео. Если вдруг у вас нет возможности купить эти варианты бумаги или скетчбуки, то берите любую другую акварельную бумагу. Но главное берите именно акварельную бумагу. Далее нам понадобятся дополнительные материалы. Это, к примеру, стаканчик для воды или баночка. Подойдет абсолютно любая. Салфетки или тряпочка. Я обычно беру вот такие салфетки. Далее палитра. Можно взять готовые палитры, например, керамические бывают, пластиковые. Можно использовать простую белую керамическую тарелку, например, вот как у меня. Также нам понадобится белая гелевая ручка. Я рекомендую вот такую от Jelly Roll. И обратите внимание, чтобы на ней не было дополнительных надписей. Они бывают обычно вот здесь, например, Glaze или суфле. Такие нам не подойдут. Подойдет именно вот такая. И также подойдет белая гелевая ручка от Malevich GraphArt. Вот такая. Размеры можно брать 0,8 или 10. И конечно белую гелевую ручку вы всегда легко можете заменить на белую гуашь. Главное берите белила титановые. Они лучше всего. И еще на некоторых уроках нам может понадобиться скотч. Простой бумажный малярный скотч, чтобы крепить листочек к столу или к любой другой поверхности. Или, например, чтобы сделать красивую рамочку. Иногда я использую вот такой скотч самый обыкновенный или вот такой вот маленький узенький. Я его купила на Алиэкспресс. Вот такие материалы нам понадобятся. Готовьте материалы и увидимся на уроках. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова